Севастополь Здравствуйте, Владимир Леонидович. Мы уже в который раз встречаемся в этой студии, не так давно говорили, но на разные темы. Сегодня вектор военно-патриотический. Какие новости в этой сфере? Ну, во-первых, мы идем четко по плану, как мы запланировали. Да, и вот у нас что очень приятно, что действительно мы впервые в Севастополе провели первый командный чемпионат Севастополя по военно-тактическому страйкболу, где принимало участие 8 команд. Знаете, такой накал был в боевых действиях и страстей. И очень приятно было, что, во-первых, в одно воскресенье мы провели эти соревнования, и даже ливень не помешал нашему мероприятию. Это первое. И второе – это награждение, которое мы провели уже на следующее воскресенье. Ну, вот я бы хотел, наверное, предложить сейчас сначала нашим зрителям посмотреть ролик финала нашего чемпионата. Потом поговорим дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Держу! Пошел! Держу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше мы готовим студенческий фестиваль Но, наверное, не фестиваль, а, скорее всего, многоборья Будет... Есть военно-тактический страйкбол Это одна из составляющих частей Военно-патриотического движения Ратник В военно-патриотическом движении Ратник Разработаны несколько видов многоборий Двенадцати-борья Но оно есть, которое проводится в городе В городских условиях А есть, где проводится уже в полях, в лесах И так далее, поэтому различные сценарии Для этого есть И представляете, двенадцати-борья Во-первых, люди готовятся, это раз Готовятся командами, это два Помимо, там очень много направлений, которые развивают личность А мы еще к чему с вами идем Опять неоднократно мы говорим У нас, слава богу, вернули с вами Значки готов в труду и обороне Особенно для школьников это актуально Потому что, когда ты получаешь золотой значок У тебя появляются дополнительные баллы Каток КИГ И это дает тебе шанс получить более высокие итоговые оценки И поступить в высшее учебное заведение В которое ты мечтаешь Вот если все вот это мы с вами объединяем Это будет вообще замечательно И вот это наша задача, чтобы у нас это шло Сейчас мы хотим забрать людей оттуда с полигона Вот учебный полигон школы спецназа Для того, чтобы готовиться к соревнованиям Для того, чтобы готовиться физически Нужны площади И вот мы сейчас ведем переговоры опять С управлением по делам молодежи Шестое Дю США у нас с вами начальника существует Там есть беговые дорожки Там у нас есть брусья, перекладины И все это на свежем воздухе Я считаю, что там команды в то время, когда там не занимаются спортсмены Не тренируются Могли бы заниматься и готовиться к различным соревнованиям Потому что там, извините меня У нас есть и челночный бег 100 метров И есть 3 километра полной боевой выкладки Марш-броски Там очень много направлений, которые, еще раз говорю, всесторонне развивают человека Потому что мы, еще раз повторяю С вами в первую очередь, должны готовить Помимо того, что человек патриот, мы должны готовить, чтобы он был Крепок и здоров телом Мы, кстати, в предыдущей тему с вами обсуждали Это здоровый образ жизни Вот я считаю, что единственный на сегодняшнем вариант Который дает всесторонне развиваться человеку Как физически, так в принципе и духовно Это все-таки военно-патриотические направления Особенно если мы в Севастополе Приведем это к тому знаменателю, к которому мы идем То есть мы считаем, что должна быть Такая определенная пирамида Наверху пирамиды должен существовать Координационный совет По военно-патриотической работе Вот так, наверное, при губернаторе Севастополя И этот координационный совет Однозначно должен возглавлять губернатор И вот мы говорили, что есть три единства Патриотической работы То есть это военно-патриотическая работа, духовно-нравственная И гражданский патриотизм И вот Координационный совет должен принимать решения, а внизу существующие структуры должны эти решения выполнять. Как мы и говорили, если в городе Севастополь существует единый центр у нас с вами, который занимается патриотической работой, который ее контролирует, который ее обеспечит взаимодействие всех организаций, которые этим занимаются, и оказывает содействие и помощь в проведении мероприятий, которые ходят. Вот тогда мы с вами добьемся того, что во-первых, мы действительно весь Севастополь, все возрастные группы с вами сможем объединить, это первое. И самое главное может быть пробить, вот у нас есть такое непонимание отдельных людей в городе, что нельзя делить дети, студенты, вот это вот взрослые, а это еще какое-то там поколение. Понимаете, у нас есть вот такое. Я считаю, что это очень пагубно, это неправильное направление, потому что главная задача, я считаю, патриотической работой в первую очередь постараться привлечь семьи. Вот наша задача сделать так, чтобы, я говорил уже неоднократно, чтобы родители с детьми могли заниматься. А самое главное, еще раз говорю, это же обмен опытом, потому что любой ребенок, любой студент, извините меня, когда рядом с ним стоит заслуженный человек, который участвовал в боевых действиях, который много знает, много умеет, и который своим примером показывает, как это делать. Ну, извините, вот, например, вы в своей профессии хотите достичь высот, в любом случае это достигается чем? Практикой, раз. И плюс к этому вы смотрите на своих коллег, которые более опытные, что-то перенимаете у них, смотрите какие-то изюминки, которые у них есть, потому что у каждого журналиста или ведущего на телевидении, если мы смотрим с вами центральное телевидение, да, у каждого этого есть свое лицо, свой образ, да, и мы его узнаем. Ну, как Филипп Киркоров у нас, в перьях, в блесках и так далее, понимаете, вот то же самое здесь. То есть каждый журналист это личность. А вот наша задача сделать так, чтобы каждый человек, который выходит из наших рядов, который находится в Севастополе, во-первых, чтобы он оставался в Севастополе, был патриотом города, а самое главное, еще раз говорю, был цельной личностью, здоровой, интеллигентной, образованной, а самое главное, любящим свой край, свою страну. Ну, безусловно, сейчас предлагаю еще раз прерваться, посмотреть видео с воскресных как раз. Последних, да, последних. Ну, безусловно, пока. Ну, безусловно, пока. Севастополе 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До просмотра ролика мы говорили о планах дальнейших. Ну, каков путь развития? Давайте об этом поговорим. Понимаете, у нас вот бывает проблема. Я помню, когда в украинский период у нас был русский культурный центр, и мы, значит, ездили и выступали, для всех считалось как, ну, что вам приехать там попеть? Вот человек не понимает, например, для того, чтобы приехать попеть, люди должны первое написать песню, записать аранжировку, раз, пошить костюмы, все это отрепетировать, плюс взять аппаратуру, привезти. То есть это очень большой такой труд. То же самое здесь. То есть если мы хотим, чтобы дальше все это развивалось, ему нужно оказывать поддержку и помощь. Вот сейчас патриотическая вот эта вот работа такая, именно по военно-тактическому стройболу, параднику и так далее, и в основном там по студентам и старшей, сдвинулась в управление по делам молодежи и спорта. Городской центр социальных спортивных программ этому уделяет внимание, и что это очень здорово, и это правильно. И наша главная задача, еще раз говорю, сделать сейчас в городе, чтобы оно не останавливалось. Здесь уже, конечно, слово за правительством и законодательным собранием. Почему? Потому что, первое, для того, чтобы дальше все это шло, нужен что? Нужен этот полигон, мы должны привести его в порядок. Это закрепление этого полигона, как мы и говорили уже неоднократно, за управление по делам молодежи и спорта, это первое. Второе, чтобы в летний период мы могли сюда приглашать, ведь мы сделали, создали союз военно-патриотических организаций для чего? Это не городская организация, в эту организацию могут вступить любые военно-патриотические клубы, движения, объединения со всей России. Вот это наша задача. Поэтому мы отправим по ВУЗам России предложение вступать, но для того, чтобы это не было просто фикцией, которая, ну, создали что-то, создали новое, отправили сюда. Чтобы люди приезжали сюда, и чтобы они видели эту нашу работу, для этого что? Нужно создавать и открывать лагеря, о которых мы говорили. Лагеря могут быть круглогодичные, лагеря могут быть просто в летний период тоже самое. Опять есть земля, на которой проходил форум Таврида. Но почему его тоже не закрепить за управлением по делам молодежи, где в летний период можно разбивать военно-полевые лагеря и приглашать сюда как школьников, так и студентов, а так и всех желающих со всей России и проводить эти мероприятия. Далее, мы неоднократно говорили и обращались о том, чтобы это движение развивалось, нужно выделять средства. На сегодняшний момент ни одной копейки государственных средств на проведение всех этих мероприятий не выделялось. Первое средство, которое выделили, это вот кубки и медали, которые были выделены для проведения чемпионата. Это официальный чемпионат, положение чемпионата, приказ был и так далее. Все. А все остальное это проводилось за средства Ассоциации Старосбола Севастополя. Сейчас для того, чтобы дать следующий шаг движения, нужно оказывать содействие и помощь. Мы просили, что нужно выделить деньги для того, чтобы нужно было по 44 ФСЗ закупить снаряжение, оборудование, вооружение и так далее. И все комплектующие, для того, чтобы мы могли в воскресные мероприятия приглашать уже сюда отдельно команды, которые не имеют пока своего снаряжения и оборудования. На сегодняшний момент многим людям приходится что делать? Идти и брать у предпринимателей в аренду оружие, снаряжение и так далее. Но это же не выход с положения. Я уже неоднократно говорил, не может быть патриотизм, еще раз повторяю, за деньги. Поэтому нужно оказывать содействие и купить. Тогда мы можем в среднем по 200 человек, как минимум, это помимо тех людей, которые уже этим делом занимаются, которые любят это дело, каждое воскресенье собирать на учебно-тренировочные сборы и проводить. А потом наша задача какая, чтобы, как мы и говорили, что каждый вуз начинает улучшать свою материально-техническую базу. Сейчас мы говорим пока о вузах. Со школьниками пока мы говорить не будем в среднем, потому что я уже говорил, и эту тему я касаюсь. Мне непонятна точка зрения отдельных чиновников, которые считают о том, что вот я сижу и отвечаю за что-то одно. Всегда говоришь, есть командный дух. Например, не может в Севастополе существовать какой-то отдельный департамент правительства. Правильно? Существует правительство. И если все работает хорошо, хвалят кого? Человек, который отвечает за работу правительства, это губернатор. Если кто-то работает плохо, ругают не конкретный департамент, а в Москве ругают губернатора, потому что за город отвечает губернатор. Так вот, если мы не научимся работать в единой команде, ничего хорошего не будет. А есть такие чиновники, которые говорят, а зачем оно мне надо? Вот есть мой участок, вот я за него отвечаю. А дальше как бы не моя хата с краю, я ничего не знаю. И вот мне трудно, точнее непонятно вот эта вот позиция, потому что если ты, извини меня, приехал сюда в город Севастополь, который славен своими традициями, как боевыми, патриотическими и так далее, то прости меня, ты должен понимать, что наша задача, нельзя, например, родителя оторвать от детей. А здесь получается так, что я буду заниматься вот этим, все остальное меня не касается. И когда говорю, что давайте мы целевую программу сделаем, которая отслеживает, как мы говорили, чтобы ребенок шел со школы, в вуз, а потом дальше мог заниматься на протяжении всей жизни. Потому что если человек занимается активной физической нагрузкой, он никогда не будет злоупотреблять, извините меня, алкоголем, там, табаком, ну и тому подобное. Вот какую мы систему должны создать. А некоторые говорят так, меня родина сюда прислала, я какое-то время здесь поработаю, пошлю в другое место, я там буду. Я этого не понимаю. Потому что я еще раз, для меня Севастополь это святое место, я считаю, что я из этого города никогда никуда не уеду, надеюсь, не уедут мои дети точно, внуки тоже, надеюсь, не уедут. Потому что мы живем в этом городе, нам некуда уезжать. Почему 23-го мы и поднялись здесь, в Севастополе? Потому что нам уезжать было некуда, и мы понимали, что либо, извините меня, мы изменим свою жизнь, и слава богу, у нас это получилось, либо придут сюда, и вот будет то, что было в Одессе, в Мелитополе. Кстати, многие страницы трагические истории Украины, вот этой новейшей, еще не освещены достаточно в средствах массовой информации. Мне бы очень хотелось, чтобы о тех людях, которые, извините, свою жизнь, вот сейчас пожертвовали, их просто уничтожили, потому что они думают по-другому, нежели хунты, там, положим в Киеве. Смотрите, у нас военнослужащих украли на этом, да, похитили на переходе в Крыму и так далее. Сейчас возбуждено уголовное дело там против них. Поэтому мы должны готовить, еще раз говорю, молодежь и людей к тому, чтобы они понимали, первое, что такое патриотизм. И вот, кстати, я хотел бы сейчас попросить режиссера, чтобы показали плакат, мне прислали его. Вот вы знаете, он наиболее полный и четко отражает точку зрения наших организаций. Вот посмотрите, видишь, считая, что способен умереть за Родину, начни с того, чтобы за нее жить. А за нее жить мы выступаем против алкоголя, табака, наркотиков и так далее. Вот прекрасный плакат, я считаю, что мы в группах у себя его выставили, и я считаю, что вот это, в первую очередь, это наша самая главная задача. А вообще идея наших организаций, союз военно-патриотических организаций, девиз этой организации «Крепи могущество страны». Но опять-таки могущество страны, оно же есть и экономическое, да, оно есть у нас с вами интеллектуальное, оно есть у нас военное. Поэтому вот это все составляющее должно быть. Мы должны сейчас быть хорошей, мощной подпоркой для наших вооруженных сил и нашего правительства. Потому что есть молодежь, которая готовится служить в армии. Вот, например, очень многие люди, которые приезжают к нам на полигон, они многих вещей не знают. Спрашиваешь у них, значит, ты в армии служил? Нет. Вот с этим тоже проблема. Так давайте с вами сделаем так, чтобы даже если человек не служил в армии, прошел какую-то определенную школу, которую он должен знать. Что такое повернуться налево-направо, люди этого не знают. Например, они не знают, что в армии нет такого обращения, можно обратиться, там разрешите. Понимаете, вот эти вещи, еще раз повторяю, надо тоже давать им. Оно дисциплинирует. Когда человек дисциплинирован, он многих вещей совершать не будет. Вот я почему говорю, что если у нас как можно больше военно-патриотических клубов создастся по учебным заведениям, то с теми людьми, которые находятся в этих клубах, и работать легче, и педагогам, и родителям. Я уже приводил пример, когда отец, то отец, то мать приводили своего ребенка к нам на полигон. А вот я уже говорил, что отец там написал уже заявление, то есть он тоже будет сейчас копить деньги, чтобы себе купить. Так вы знаете, еще раз говорю, что мне самое приятное было. Я прекрасно понимаю, что мы в правильном направлении идем. Он сказал, у меня ребенок перестал играть в стрелялки. Я тоже об этом уже говорил. Это тоже прекрасный факт, потому что зачем? Вот он у нас на полигоне занимается этим. И когда сейчас, еще раз говорю, отец будет вместе с ребенком бегать на полигоне, вот это самое то, что мы должны, так сказать, этого добиваться. Вот теперь наша задача сейчас просто-напросто выстроить цельную такую структуру, и учебный план подготовки теоретической, потому что с практической у нас там все как бы нормально. Вот теперь нам нужно давать теоретическую базу, и тогда мы сможем объединить, подготовить школу командиров, которые могут быть в дальнейшем, возглавлять военные клубы и команды, которые будут представлять наш город. Потому что я очень хочу, чтобы наш Севастополь выезжал на материк, выезжал в другие регионы России, но я хочу туда вывозить такую команду, которую не стыдно было показывать. Потому что Севастополь, особенно то, что касается военизированных направлений, ну еще раз говорю, он должен быть впереди планеты всей. И вот я руками и ногами поддерживаю то, что открывается, Министерство обороны открывает у нас с вами филиал Парка Патриот. Я присутствовал тогда от правительства, когда приезжал командующий Южным федеральным округом, смотрели план мероприятия, и это будет очень здорово. И вот у нас очень многие депутаты переживали по поводу, куда же там оно уходит. Оно уходит на очень хорошие дела. Поэтому пусть будет военный парк Патриот, это тоже самое, что нужно городу. Вот как флот стоит у нас с вами, кстати, он у нас был залогом нашего спокойствия. Вот так же самое и центр Патриот, который будет создаваться. Это будет та возможность, где могут еще какие-то дети, какие-то еще структуры найти себя. Потому что там очень много будет предложено направлений развития, вот этого военизированного направления. И самое главное, что вот все сейчас идет потихоньку, ее на армию создали. Да, у нас ДОСАФ начинает развиваться все больше и больше. Единственное, что меня смущает, у нас все... Вот с Москвы шли циркуляры, они говорили, какие есть новые инициативы, новые предложения по развитию того или иного направления. Давайте снизу. А сейчас, когда я говорю с отдельными людьми, чиновниками, которые сидят не из правительства, вот структур там ТОСАФских или еще каких-то, да, они говорят, что нет, у нас есть вот то, что говорят сверху, мы должны как бы делать. Ребята, так инициатива снизу должна еще помимо всего прочего идти. Давайте будем развивать то, что идет на региональном уровне. Если мы его опробируем, если оно нормально работает, то тогда мы не ждем, какая указивка идет сверху, а мы сами предлагаем. И вот этот нормальный хороший опыт прогрессивный мы двигаем на всю Россию. Вот это нормально. Вот если мы сделаем здесь, в Севастополе, такой... Не люблю я иностранные слова, как у нас там кластер любят говорить, да, какое-то объединение, какой-то центр, который будет вот здесь вот пытаться или показывать какие-то, пробировать какие-то варианты, да, новых направлений. Потому что мне очень приятно, когда приезжают у нас какие-то команды, предлагают какие-то новые инициативы, интересные предложения. Это здорово, потому что еще раз повторяю. Помните, как говорят, одна голова хорошо, две головы лучше. Чем больше будет инициатив, тем больше интересных предложений, тем более интересные вещи мы сделаем. Вот, например, на лето мы запланировали сеть походов по лесной, под партизанским тропом. Одновременно можно, чтобы ребята изучали историю партизанского движения в Крыму и, помимо всего прочего, делать военизированные направления, как я и говорил. Уходят туда, там разведывательные действия, боевые действия в лесах и так далее. Это тоже интересно. То есть, если мы все это объедним, изучение родного края, помимо всего, с боевыми действиями. Во-первых, это динамика, это интересно. Это физкультура, спорт на здоровом, то есть на воздухе, на свежем. Кто скажет, что это плохо? Вот единственное, еще раз повторяю, мне самое главное сейчас, это чтобы нам оказали содействие и помощь в городе Севастополе. Первое сначала законодательное собрание, которое понимало, что это нужно делать. А патриотинство просто так, еще раз повторяю, он существует до какого-то времени, но рано или поздно, извините меня, энтузиазм заканчивается у людей. Поэтому им нужно помогать. У нас везде сейчас идет разговор, и президент говорит, что нужно как можно больше открывать новых и новых спортивных сооружений. Правильно. Но тренировочные полигоны, которые есть, это тоже спортивные сооружения. Полосы препятствий, это тоже спортивные сооружения. Площадки для сдачи ГТО, это тоже спортивные сооружения. Вот я хочу, чтобы мы больше поддерживали инициативу отсюда снизу, из города. И то, что мы можем предложить действительно сейчас России, оно пробировано уже, извините меня, год. И оно себя показывает, что это правильное направление, я считаю, что в нем нужно идти. Единственное, мне бы хотелось, чтобы больше севастопольцев об этом знали, поэтому мы всем говорим, пожалуйста, заходите ВКонтакте, в группы, есть военно-патриотическое движение «Ратник». Там мы все мероприятия, все нормативы, все выставляем. Мы можем заниматься перепиской, нужны какие-то советы, то же самое обращайтесь. А еще лучше приезжайте к нам на полигон. Я вот что-то все никак не могу журналистов наших туда затянуть. Я говорю, приезжайте хотя бы, посмотрите, попробуйте, что это такое. Но я надеюсь. Ну, надежда умирает последней, как говорится, Владимир Леонидович. Спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам успехов в развитии военно-патриотического направления в нашем городе, но и не только в нашем городе. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был председатель Союза военно-патриотических организаций Владимир Тюнин. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире информационного канала Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok